всем привет мои славные добро пожаловать на мои диванные гитарные размышления требуется ли замена комплектующих на электрогитаре сразу же после ее покупки отличаются ли в этом плане американские фирменные гитары от дешмана из китая и вообще можно ли прокачать этот самый дешман так чтобы он зазвучал бархатно и красиво как американский кастом щап вот на эти вопросы сегодня я и постараюсь вам дать ответ листая странички на форумах читая комментарии под гитарными видео можно встретить очень часто повторяющийся один и тот же сюжет а именно как мудрый гитарный аксакал вразумляет молодого дурного дочеренка и рассказывает ему историю из своей жизни как купил он когда-то будучи таким же молодым несмышленым китайский дешман а дешман то оказался говно а вот он заменил на нем то все пятое-десятое да так в него вложился что по баблу встрял по полной программе и китайский этот дешман вышел у него дороже чем фирменный американский кастом щап и не зазвучал в итоге заметьте не зазвучал банально не звучит конечно это нужно писать с агрессией с таким с напором иначе какой вы тогда правоверный фунфурье или древесный слухач ну вот давайте разберемся сейчас с этой историей и со всеми теми вопросами которые обозначил в самом начале давайте разделим на три пункта наше размышление первый пункт это надежность считается еще что покупая китайскую гитару она у вас развалится через месяц американская прослужит еще вашим внукам считается что покупая китайскую гитару вам нужно в вкладываться так что она по стоимости потом будет сопоставим а то и превзойдет свой американский аналог и считается что китайская гитара как в нее не вкладывайся никогда по звуку не приблизится к эталонному американскому звучанию ну поехали вот у меня есть американский гибсон кастом смотрите сюда китайский зомби кастом по поводу а надежности развалится через месяц действительно такое случилось но с американской гитарой развалились колочки поэтому смотрите сюда на головку вот видите здесь у меня стоят годах а здесь старые которые на ней стояли китайские колочки гибсон длюкс назывались те колочки которые развалились сейчас я покажу поближе вот так вот это выглядит я уже показывал неоднократно но те кто не видел моих старых видео вот смотрите сюда видите конструкция к сожалению очень старая архаичная хреновая не держится вот здесь вот в пазах не держится вот этот кирпичик который прижимает шток к основанию и поэтому колок перестает держать строй это один из тех редчайших случаев когда строй не держит именно колок а с гибсон длюкс такое встречается очень часто в интернете можно огромное количество фотографий найти где вот этот вот колочек разваливается именно таким образом каким вы сейчас это видите так что бывает бывает такое что гибсон длюкс служит долго и хорошо но бывает очень часто и вот такое вот у меня на белом гибсоне например длюкс остались я их не стал менять а здесь ну все пиздец пришлось поменять смотрим дальше верхний порожек как здесь так и здесь я этот порожек поменял потому что что на гибсон что на китае верхний порожек пластиковое говно с глубокими прорезями и вот это как раз и является основной причиной того что гитара хреново держит строй не колочки колочки в основном сейчас делают замечательные но если это не гибсон длюкс который разваливаются замечательные колочки даже самые дешевые китайские они хорошо держат строй а вот порожек который сделан из пластика в котором струна струна это вот застревает вот это да это беда это нужно решать далее здесь лады 4 3 и здесь тоже лады 4 3 я на все свои гитары на которых плотно играю ставлю мои любимые лады 4 3 именно и это дает мне вот приятное ощущение я могу и бенды вибрато все круто делать только на этих ладах я играю супер для меня это в самый самый раз здесь еще радиус грифа другой и здесь тоже то есть я люблю плоский гриф круглый радиус не кайфово для бендов приходится струны выше ставить чем мне нравится поэтому чем более плоский гриф тем мне больше нравится поэтому и здесь и здесь я поменял лады то есть один-один как бы китай versus американец пимпочка это между прочим один из важнейших параметров пускай может быть самый дешевый но самый важный потому что смотрите сюда еще раз вот к разговору о надежности видите здесь башка она отвалилась здесь произошел слом башки а здесь все в порядке почему потому что у гибсона слабое место это башка и она от щелбана малейшего отваливается а если у вас пимпочка хреновая если гитара на ремне не держится пимпочка такая которая из ремня выскальзывает то добро пожаловать на слом башки поэтому вот это нужно сделать всем если лады например вам не нравится вы джазмен вам похер на 4 3 можно и не менять можно взять из коробки гибсон и на нем играть но если вы играете стоя то тогда пимпочку обязательно нужно заменить так что здесь пимпочка заменена здесь осталось китайская но с пивным стрип локом дальше звукосниматели что здесь что здесь я их заменил и теперь эти электрогитары звучат одинаково да 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 если кто-то мне сейчас скажет что глеб ну что ж ты думаешь я китайский дешман от американского гипсона не отличу то дорогие мои друзья я вас всех приглашаю 3 июля к себе на день рождения на стрим я там сделаю специально для вас слепой тест вот на этой гитаре поиграем и на этой и напишите пожалуйста где какая а потом я оглашу результаты вот тогда ты вернемся к этому разговору что у ну я-то китайское говнодерево от американского мухаббата отличу что помните историю которую я рассказывал в начале что прокачивал прокачивал гитару чувак прокачивал но так она и не зазвучала как американец также осталось по звуку говно китайское так вот друзья мои если вам нужен например максимально громкий и такой мясной скажем для металла звук ставьте себе seymour duncan пожалуйста у вас гитара так и зазвучит как гитара со звучками seymour duncan почему потому что то что мы имеем на выходе из дупла гитарного определяется именно датчиками если говорить внимание от тембре если говорить о тембре и о громкости то это датчики что там с волчками что с мертвыми нотами сустейном это уже вопрос другой я щас говорю о тембральной окраски и о громкости вот эти параметры они как раз датчиками и определяются вопрос дерева на звук это вопрос религии это не вопрос факта фактически приходите на стрим и вы не сможете отличить одно от другого не верить приходить ну так вот едем дальше звучки здесь одинаковые один один бридж что здесь что здесь заменен и там и там провис здесь он точно провис здесь почему владелец предыдущий поменял не знаю но на гига пацанах тоже бридж к сожалению тюноматик провисает как гамак под натяжением струн электроника что здесь что здесь была заменена потому что когда датчики меняешь с пассивных на активные то электронику все тоже нужно заменять и дупло между прочим в том числе ну а что касается надежности то в частности лакокрасочное покрытие на гипсоне нитролак это совершенно ненадежная вещь вот здесь вот например повесил я этот гипсон на рогульку рогулька с каким-то таким поролоном интересным что этот поролон вступил в реакцию с лаком и потом я еле оторвал гитару да и вообще если играете на гипсонах там год от года по-разному немножечко формула у них лака но можно заметить что если руки потеют то поступает реакцию с лаком и он мутнеет становится таким мерзким отвратительным на вид и не дай бог вам попытаться спиртом это дело исправить просто спирт растворить лак и вы его счистите до дерева я такие случаи встречал своей практике приходил ко мне ученик учет у меня тут это самое ну ничего я почищу приходит потом следующее занятие такой а на гитаре лысина так а он ее протер спиртом эту лысину вытер лак ужас вот дорогие мои друзья поэтому возвращаясь прокидывая сюжетную дугу к самому начала видео если говорить о гитарах а-ля лис пол сравнивать американцев с китайцами то на эти три вопроса можно ответить следующим образом если нужда в замене комплектующих электрогитары сразу после покупки чтобы раскрыть возможности инструмента на сто процентов да к сожалению есть вам нужно обязательно заменить пимпочку потому что стандартные пимпочки совершенно своей функции нормально не выполняют они могут просто-напросто гитары соскочить с ремня и упасть если это лис пол пимчик там под таким углом который как бы сразу же пытается гитару из ремня выдернуть далее верхний порожек идет по значимости ну можно и не менять но я бы заменил или подточил оригинальность чтобы не так глубоко были сделаны прорези ну если у вас колочки хреновые то тоже надо заменить дальше уже идет вкусовщина это радиус и колки я меняю какие бы радиус и колки радиус и звукоснимание да что ты гляд радиус и лады вот я всегда лады 4 и 3 ставлю это самые любимые поэтому тут вопрос для меня закрыт для кого-то может быть этот вопрос открытый звукосниматели что касается звука можно ли из китайского дешмана сделать американскую кастом чап конечно можно вот какие датчики там стоят вот те датчики вы будете слышать в плане тембра и в плане громкости мощности сигнала вот ну и что касается вложений вот покупаешь американскую гитару ничего не надо платить покупаешь китайскую вкладываешься вкладываешься в итоге она не звучит как американец да еще и ты вложился в нее там хренову кучу денег ну как вы видите вложился я практически одинаково только здесь колочки не поменял а здесь поменял мой пимочку здесь не поменял а здесь еще голову чинить тоже вложение но правда я покупал уже с отломленной башкой так что пока что в данном случае я подчеркиваю в данном случае по вложениям здесь на американцы вышло больше чем на китайцы ну и вот вот и все дорогие мои друзья я вас сори я вас всех приглашаю к себе на стрим 3 числа агитирую подписываться ко мне на бусти там у меня уроки по электрогитаре и потайные гитарные обзоры там ух потайной гитарный обзор вышел такая гитара это пиздец еще никто на ю тубе не видел обзор на эту гитару а мои бустера уже видели там там нечто вообще потрясающее реализовано это французский карст там шаб дичайший там датчики это это вообще там такая система не пилю так что подписывайтесь на бусти ссылку на стримы на бусти найдете в комментарии которые есть закрепе ну и конечно же подписывайтесь на мой канал ставьте лайки хуяйки жамка черебоньки пишите глеб ты ничего не понимаешь он был у меня вот был у меня китаец и я в него вкладывался вкладывался вот так все так встрял я так встрял с этим китайцем что вышел мне по деньгам дороже кастом шапа а как не звучал так и не звучало так говно гадость я вас всех дорогие мои друзья люблю целую обнимаю да пребудет с вами китская сила всем пока